МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить главной темой сегодняшнего выпуска. Скоро затопят Рязань накануне отопительного сезона. В этой связи наставление и обещание высокого начальства. А наш-то вот он! Рязанскому депутату Госдумы Николаю Булаеву снова напомнили о, якобы, плагиате в его диссертации. А теперь обо всем подробнее. Незабвенный, кажется, едва ли не пожизненный рязанский депутат Госдумы Николай Булаев опять попал в эпицентр околонаучного скандала. Как известно, сейчас в верхах идет разброд и шатание в связи с реформой Российской Академии Наук. Ученые мужи не хотят отдавать полномочия некоему госагентству, которые намерены создать чиновники для управления лучшими умами и новыми фантастическими достижениями передовой научной мысли России. А заодно и бюджет Академии Наук, который, по некоторым данным, чуть ли не равен бюджету всего Министерства образования. Да и недвижимостью РАН неплохо можно поруководить. Там одних зданий в Москве очень немало. А столичная недвижимость, кусок лакомый, это вам любой деятель оборонсервиса скажет. Так вот, в связи с явным намерением думцев одобрить такую реформу Академии Наук, общество научных работников предприняло ответный ход, опубликовав на своем сайте требования об отставке 25 депутатов Госдумы, в чьих диссертациях якобы были обнаружены плагиат или подлог документов. В их числе как раз и наш целый доктор педнаук Николай Иванович Булаев. Кстати, не впервые возникают такие вот информационные поводы вспомнить депутата. Не впервые. А вот что сказано в открытом обращении ученых. Цитата. «Голосование таких депутатов за уничтожение ран может быть предиктовано страхом разблочений и мотивами личной мести академическому сообществу, которое неоднократно поднимало свой голос против высокопоставленных фальсификаторов научных исследований, совершавших некорректные заимствования и подлоги». Конец цитаты. «Я – бред, не комментирую», – примерно так ответил Булаев журналистам, которые обратились к нему за мнением по поводу обвинений в плагиате. Ну, бред-то оно может и бред, да только под обращением ученых стоит уже несколько сотен подписей, в том числе по крайней мере четырех академиков, тринадцати членов-корреспондентов Российской академии наук и более полутора сотен докторов наук. Такое вот дело. А тем временем ученый народ проводит митинги около здания Госдумы. Кто знает, если бы такой шум поднялся в свое время вокруг реформы армии и Минобороны, может и не было бы в главном силовом ведомстве Отечества такой гнусной растащиловки, в которой до сих пор пытаются разобраться следователи. Теперь к делам сугубо городским. На вчерашнем заседании областного правительства губернатор Олег Ковалев в преддверии начала отопительного сезона поручил профильным министерствам еще раз проверить готовность предприятий ЖКХ, социальных учреждений и жилого фонда к пуску отопления. Ко всем министрам обращаюсь, социальных учреждений, готовность жилого фонда к зиме, значит, проверить еще раз и провести тренировки по организованному пуску тепла, особенно это касается города Рязани и крупных микрорайонов других городов Рязанской области, так, чтобы избежать неприятных сюрпризов в период пуска тепла, обеспечить своевременное подключение объектов к системе отопления во всех муниципальных образованиях. После заявления губернатора про начало отопительного сезона говорили на встрече с прессой и в Рязанской мэрии. По словам замглавы администрации Рязани Сергея Сиваконя, отопительный сезон в нынешнем году начнется раньше традиционных сроков. Уже сейчас ведутся испытания на теплотрассах и производится пуск тепла в объекты социальной сферы. Пуск отопления произойдет после испытания на температурные потери в зоне Дягилевской ТЭЦ. Они начинаются с завтрашнего дня, они будут проходить в один этап. После этого будем открывать задвижку на соцсферу. Впрочем, проблемы с водоснабжением остаются в том числе в микрорайоне Дашково-Песочня. Жители нескольких домов из-за аварии остались вновь без горячей воды. У нас еще четыре повреждения вот этой передвижной дизельной насосной установкой, о которой я говорил. Но мы решили это сделать сейчас, на незиму делать. Такие повреждения, они незначительны, но как бы отразилось это на теплоснабжение в зимнее время, можно только предполагать, да еще в мороз больше 15 градусов. Поэтому, опять же, просьба жителей потерпеть, наверное, чтобы хорошо подготовиться основательно к зимнему периоду, чтобы зимой не делать никаких остановок. Также на брифинге Сергей Сиваконь сообщил, что изношенный тепломагистраль в Октябрьском, Железнодорожном и Советских районах Рязани, принадлежащей Рязанской теплосетевой компании, решено принять в муниципальную собственность. Сейчас, по словам чиновника, износ сетей в этой зоне составляет более 80%. Теперь о детях, которые, как известный народ, непредсказуемые, потому с детсадовского возраста родители должны вдушать им многое и важное, в том числе простейшие правила поведения на дороге. Переходить на зеленого человечка, посмотреть налево, потом направо, не бежать, подождать и так далее. Однако сами взрослые отнюдь не всегда следуют этим дорожным истинам, а потому шефство над малышами берут люди в форме. Рязанские дорожные инспекторы устроили свои познавательные игры в третьем детском саду Рязани. Наблюдала за общением малышни с полицейскими Оксана Тебенихина. Маленькие пешеходы – самые уязвимые участники дорожного движения. Именно поэтому сотрудники ГИБДД организовали познавательные занятия для малышей-детсадовцев. Само собой, разумеется, в игровой форме. Детвора на перебой выкрикивала ответы, болела за друзей и просто весела, а главное, с пользой провела время. Под конец занятий сотрудники областной госавтоинспекции провели профилактическую беседу с родителями. Ведь то, как себя будут вести на дороге малыши, прямиком зависит от сегодняшней культуры их родителей. А взрослые порой в этом плане хуже детей. Все побежали, и я побежал. Такой принцип при переходе дороги нам не нужен. Не только автотрассы несут опасность для беспечного молодого поколения. В начале осени почему-то участились трагедии на железной дороге. Речь идет о детях. Из последних случаев нелепая гибель 13-летней девочки на станции Сторожилова, куда она с подругой пришла пофотографироваться на грузовой цистерне. На берегоне Михайлов-Лужковская. На Рязанском направлении пассажирский поезд сбил девчушку 6 лет. Транспортная прокуратура сейчас выясняет причины гибели детей. Некоторые данные в материале Олеси Харлиной. Поводом для проведения проверки Восточным следственным отделом Московского межрегионального следственного управления на транспорте стали целых три ЧП с летальным исходом. К сожалению, все погибшие не достигли совершеннолетия. Подробностей каждого происшествия прессе пока не сообщают, но, как правило, это невнимательность, любопытство и еще одно модное веяние – фотосессия рядом с железным полотном. О том, что несущийся или даже стоящий состав – это не просто антураж, как правило, думать уже поздно. У нас на железной дороге в основном эксплуатируются электровозы. И вот этот токоприемник, когда поднят, когда человек там находится, то там же ток высокого напряжения, то есть возникает дуга электрическая, которая сразу же поражает любой объект, который находится на крыше вагона. Только с начала этого года областная транспортная прокуратура зафиксировала 38 случаев травмирования граждан на железных дорогах, 22 из которых закончились летальным исходом. Часто люди просто идут по шпалам или переходят их в непредусмотренных для этого местах. Более того, сами себе наносят еще один контрольный в голову, нацепляют наушники и, видимо, думают, что состав мгновенно остановится в случае чего. Железная дорога не является местом для игр. То, что при нахождении вблизи железнодорожного полотна рядом с железнодорожным транспортом следует проявлять особую бдительность, внимание, детей не отпускать без присмотра, контролировать их поведение, переходить железную дорогу только в установленных местах. Главное убеждение – со мной такого не случится, всего лишь рулетка. Стоит ли ставить на кон собственную жизнь? И, наконец, о выставке, которая работает в Рязанском Доме Печати в экспозиции работы замечательного мастера ушедшего века Макса Пенсона. В Рязанском Доме Печати открылась уникальная фотовыставка известного фотографа, фотохудожника, фотокорреспондента Макса Пенсона. Организаторами выступили Общественное объединение Узбекской национально-культурной автономии «Алмаз» Ассамблей народов России, Беларусы, Рязани. Главным гостем мероприятия стала дочь известного фотографа Дина Хаджаева-Пенсон, благодаря которой была сохранена большая часть фотоматериалов. Она рассказала об истории семьи Пенсон, о жизни и творчестве отца и о том, как она вместе с братьями помогала ему в работе. Макс Пенсон входит в пятерку лучших фотографов мира и является одним из основоположенников фотоискусства. Он долгое время работал фотокорреспондентом газеты «Правда Востока» и сотрудничал с журналом СССР «Настройки». Работы мастера до сегодняшнего дня актуальны и являются образцом репортажной фотосъемки. Добавим, что в этом году отмечается 120-й годовщина со дня рождения первого фотохудожника СССР. На сегодня все. Завтра найдем время поговорить о новостях грядущего четверга. Ну а пока он еще не наступил. Хорошего всем вечернего отдыха. И до встречи в эфире. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»